А лисичка потихоньку начала выкидать из сани рыбу. Второклассник Ваня с детства ничего не видит. Но несмотря на это, больше всего мальчик любит читать. Мне нравится. Может за день. Ну 5-10 сторинок читаем. 15, я хочу так. Но многие книги просто не приспособлены для незрячих детей. Поэтому довольствоваться приходится учебникам по математике и читанкой. Есть надея, что все-таки ситуация улучшится. Но проблема в том, что дети не могут ждать. Они не могут ждать, когда через год или через два мы просунемся вперед. Для страны это поступ. А для детей это трагедия на сегодняшний день. Поэтому развивать образное мышление детей учителям приходится чтением сказок и игрой в шахматы. Для обучения слепых детей в библиотеке всего несколько старых книг. В школе мечтают о том, чтобы остальные сказки и учебники тоже были изданы шрифтом Брайля. Почти год над этой проблемой работает ресурсный центр образовательных технологий для людей с особыми потребностями. В сотрудничестве с благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» закупили специальную аппаратуру, позволяющую печатать книги шрифтом Брайля. И даже дисплей для людей с недостатками зрения. Напечатанные около полутысячи азбук, книг и учебных пособий для детей уже разослали в 13 областей Украины. Я благодарна благотворительному фонду «Развитие Украины», который нам дала финансовую поддержку в размере 305 тысяч гривен. И мы смогли закупить обладание, но и смогли сделать то, что мы сделали. В следующем году совместно с Фондом «Развитие Украины» ресурсный центр планирует адаптировать для детей с особыми потребностями 24 мультфильма. А еще подготовить аудиолекции по 35 учебным предметам специально для студентов медицинских колледжей Украины. Владимир Телюк, Владимир Вишбинский. События. Львов.